Почему вас освистали? Меган Маркл и принц Гарри вызвали на ковер. Рассказываю все подробности скандала прямо сейчас. Меган Маркл и принц Гарри вынуждены были объясняться с боссами Netflix. Их вызвали на ковер и потребовали объяснений, почему вас освистали в Великобритании. Что произошло? В этом стало известно сегодня благодаря королевскому комментатору и эксперту господину Шону, который эксклюзивно рассказал СМИ, что Меган Маркл и принц Гарри были вызваны на ковер, если можно так выразиться, к своим боссам в Америке. Боссы Netflix искренне удивляются, почему столь популярные Меган Маркл и принц Гарри были освистаны в родной Великобритании. Ведь они все-таки члены королевской семьи. И совсем непонятно для Netflix, почему Меган Маркл и принц Гарри подверглись столь резкой критике в свой последний визит в Великобританию. К сожалению, неизвестно, что Меган Маркл и принц Гарри ответили Netflix. Об этом мы ничего не знаем. Но я думаю, что то, что им в принципе пришлось объясняться, о многом говорит. И я хочу перейти к не менее интересной теме, которая как раз-таки касается герцогов сасекских. Итак, в Великобритании провели большой опрос. Более чем 1700 человек приняли в нем участие. Отдельно уточняется, что все опрошенные были взрослыми. Ушители Великобритании спрашивали, как они относятся к Меган Маркл и принцу Гарри, положительно или отрицательно. Результаты этого опроса. 32% относятся к принцу Гарри положительно. И 58% опрошенных относятся к принцу Гарри крайне отрицательно. Честно вам скажу, результаты этого опроса меня сильно удивили. И сейчас я вам объясню, почему. Оказывается, Меган Маркл любят гораздо больше, чем принца Гарри. Вся правда в цифрах. Результаты Меган Маркл следующие. 39% из опрошенных не относятся положительно, а 42% отрицательно. Почему Меган Маркл нравится людям больше, для меня большой вопрос. Пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях. Ну, вот такие вот результаты этих исследований. Ройл Аскот, который уже завершен, но мы его совсем не обсудили. Поэтому я спешу исправить это досадное упущение. Скандалов было множество, но были и приятные моменты. Но я хочу начать со скандала. Самый главный вопрос. Почему королева Елизавета II допустила это? Вот что спрашивают британские СМИ в своих статьях. Питер Филлипс, любимый внук королевы Елизаветы II, был допущен вместе со своей девушкой к процессии. То есть он вместе со своей девушкой ехал в карете, что, естественно, является огромным нарушением всех королевских правил и уставов. Почему Питеру Филлипсу можно все? Говорят, этот самый Питер Филлипс, напоминаю, он сын принцессы Анны, обратился напрямую к королеве и попросил ее, чтобы она разрешила его новой девушке проехаться вместе с ним в карете. Тут возникает вопрос, почему ему можно, а остальным нельзя? Ранее таких прецедентов не было. Например, девочки Беатрис и Евгения со своими мужьями в этих процессиях никогда не участвовали, когда они просто встречались. И, естественно, СМИ это активно муссируют. Почему он проехал, а остальным было нельзя? Вот такой вот скандал. Про Меганские СМИ буквально визжат от ярости. Почему Софи Уэссекской позволено выходить в свет в платье за 6 тысяч долларов? Какая гигантская сумма, как ей не стыдно. Меган за такое бы заклевали. Вот примерно такой посыл у про Меганских СМИ. Ну а я напоминаю, что самое дорогое платье Меган Маркова, естественно, кроме свадебного, стоило 14 тысяч долларов. Вы сейчас видите его на экране перед собой. Графиня Уэссекская сейчас на высоте. Ее все обсуждают, потому что она меняла эти дни на королевских скачках платья как перчатки. И каждый раз ее выход был крайне удачным и всем очень нравился. Но эти платья, кстати, почти все платья от бренда Сюзанна Лондон, ну, скажем так, довольно-таки небюджетные. Из-за чего ее критикуют про Меганские СМИ. Всем привет! Вы на канале Дочи Ньюс. Меня зовут Карина. Хочу с вами молниеносно поздороваться и приступить к новостям. Их сегодня очень много и они очень интересные. Я надеюсь, вы готовы, но прежде чем начать, пожалуйста, если еще не подписаны, оставляйте свои комментарии и, конечно же, жмите на колокольчик и лайк. Ну, а я хочу продолжить свой рассказ. Сейчас больше всего обсуждается еще один момент. То, что королева Елизавета II так и не посетила свои любимые скачки. Королевские скачки. Она не появилась из-за проблем с мобильностью. А также есть мнение, что это может быть связано с тем, что в Великобритании установилась неслыханная жара. И даже некоторым гостям, то есть не некоторым, а почти всем позволили немножко нарушить этикет. И они одевались, скажем так, совсем не под расходу, как можно более открыто, чтобы хоть как-то уберечься от этой жары. Вот такие вот дела. СМИ отдельно отмечают, что королева внимательно следила за всеми событиями и своего Виндзорского замка. Она смотрела Роял Аскот по телевизору. В последний день королевских скачек чуть было не случилась трагедия. Карета с Беатрис и Эдуардо Мопели Моци чуть не перевернулась из-за взбесившейся лошадки. К сожалению, последние дни и недели, и можно сказать весь этот месяц, июньский месяц, когда празднуется юбилей королевы, мы только и слышим про взбесившихся лошадей. Вот такая вот минутка юмора лично от меня. Ну и я хочу вам сказать, что никто не пострадал, не волнуйтесь, лошадь удалось украдить. Ну и вот мы подобрались к самому главному и интересному. Появление герцогов кембриджских на четвертый день королевских скачек Роял Аскот. Этот выход Кейт точно станет культовым, то есть он уже стал культовым. Кейт вышла в платье в горошек, ее любимый в горошек, который, естественно, сейчас все обсуждают, то что Кейт вновь появилась в платье в горошек уже второй раз за этот год. Я вам напоминаю, что ранее она появлялась в похожем платье, по-моему, тоже от Александра Ильич, и платье было черное в горошек. Символично, что я тоже решила надеть платье в горошек. Но я хочу вернуться к новости. Итак, Кейт Миддлтон появилась вся такая красивая, как всегда, с безумно элегантной прической, шикарным макияжем, великолепнейшим платьем и, конечно же, потрясающей шляпкой, украшенной разными видами орхидеи. Хотя некоторые СМИ посчитали, что это лилии, а не орхидеи. Кейт смогла удивить выбором фасона своего платья. Он довольно необычный для нее по фигуре и, кстати говоря, очень ей идет. Ну и, конечно же, в СМИ активно обсуждают тот момент, что платье очень напоминает платье Леди Ди, которое она носила на Royal Ascot в 1988 году. Я тоже думаю, что действительно очень похоже, и Кейт, скажем так, отдала такую дань уважения Леди Ди. Еще один символичный момент состоит в том, что Кейт надела сережки от Леди Ди, эти самые сережки с жемчугом, вы сейчас видите на экране, они принадлежали Диане, и это тоже такая дань уважения принцессе Уэльской. Во всем мире обсуждают влюбленные взгляды Кейтрин и ее спруга принца Уильяма. Очень много красивых кадров получилось. Как они друг на друга смотрели, как хорошо взаимодействовали, как они были счастливы, улыбались друг другу, смеялись, ну в общем, идиллия. Одним словом, все восхищены и влюблены в эту красивую пару. Есть еще один момент. Герцог Кембриджский появился вместе со своим другом. Он пригласил своего друга и его жену в процессию, то есть в свою карету. Его друг потерял родителей в пандемию, и СМИ очень хвалят Уильяма за то, что он решил его пригласить. Это действительно красивый жест. Вот такие вот новости. Кенсингтонский дворец выпустил вот такую вот очаровательную фотографию принца Уильяма с детьми в День Отца. Я напоминаю, что сегодня в Великобритании празднуется День Отца. И вот таким милейшим снимком, который был сделан в Иордании, они поделились в своем официальном аккаунте. А я перехожу к следующей теме. Ну и не только у принца Уильяма скоро день рождения. Камила, герцогиня Корнульская, скоро отметит свое 75-летие. И в честь этого случая она появится на обложке британского ВОК. Некоторые из снимков уже опубликованы, и вы можете их посмотреть прямо сейчас. Внимание на экран. Ну что, для Камилы это большое достижение. Наконец-то она примирилась с обществом. Наконец-то ее пригласили в журнал ВОК. Это действительно целое событие для Камилы. И, конечно, я хочу узнать, нравятся ли вам эти снимки. Редакторы ВОК решили подшутить над Камилой и рассказали некоторые подробности фотосессии. Но я их озвучивать не буду. Сейчас их цитату вы увидите на экране. Надеюсь, она вас повеселит. В эту пятницу в Осло, во дворце Nordic Palace прошло грандиозное мероприятие в честь дня рождения наследной принцессы Норвегии Ингрид Александры, которая отпраздновала свое 18-летие. Ингрид Александра – вторая в очереди на норвежский престол. Она дочь принца Хакона и принцессы Мете Морит. И однажды Ингрид Александра может стать королевой Норвегии. Король Норвегии Харальд организовал для своей внучки грандиозный праздник. На него съехались почти все члены королевских семей Европы. Я сейчас не шучу. Это действительно было масштабное мероприятие за последние десятилетия. Об этом пишут все СМИ. И мы с вами будем подробно это обсуждать, но уже в следующем выпуске. Потому что очень много деталей, очень много всего интересного. Мы с вами это должны обязательно обсудить. Особо отмечается, что собрались на этом мероприятии члены королевских семей в девяти поколениях. Представляете? Отдельно хочу отметить, что отсутствие британской королевской семьи многих удивило. В том числе меня. Но кроме британской королевской семьи отсутствовала и королевская семья Монако. Никто не может понять, что произошло. Почему британская королевская семья и королевская семья Монако не присутствовали на столь грандиозном мероприятии. Вопрос. То ли их не пригласили, то ли они отказались. Я думаю, что в ближайшие дни СМИ расскажут нам много чего интересного и возможно приоткроют завесу этой тайны. Лично я считаю, что королевскую семью Великобритании могла бы представить и очень хорошо представить леди Луиза. Леди Луиза Виндзор, дочь графа и графини Уэссекских. Почему бы и нет? Она уже вполне себе взрослая и красивая девушка. И пора бы ее уже выводить в свет. Кстати говоря, внуки принцессы Маргарет, сестры королевы Елизаветы II, тоже могли представить британскую королевскую семью. Очень даже красивые мальчики у леди Сары Чата. Почему нет? Это был выпуск на Дочи Ньюс. С вами была Карина. А я напоминаю, не забывайте про наш канал Амор и Ройл. Там всегда свежие и интересные выпуски. И сегодня как раз вас ждет новый ролик. Переходите и смотрите. Ссылка в описании. И конечно подписывайтесь, если еще не подписаны. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Я с вами прощаюсь. Прекрасного воскресного вечера вам. Всем пока-пока.